Разработка нового автомобиля Разработка нового автомобиля – это многолетняя борьба в конфликте за лучшее решение многоуровневой задачи. Доступны сложные инструменты различных видов, которые поддерживают усилия по дальнейшему совершенствованию того, что было обробовано и протестировано миллион раз, чтобы, наконец, объединить достижения в новой концепции. Необходимо принимать во внимание требования клиентов к удобству, сроку службы и сохранению ценности, а также текущие тенденции, определяемые политикой и общественным мнением. Охрана окружающей среды, энергосбережение, безопасность – эти термины включают в себя конкретные требования, которые в конечном итоге реализуются в новом поколении автомобилей, благодаря обилию зрелых идей и передовых технологий. Наиболее важные цели развития этой новой линейки можно кратко резюмировать. Преемственность серии 123 Усовершенствованная концепция размеров, новейшие технологии, повышенный комфорт, превосходное оборудование, достижения в области экологической совместимости, энергосбережения и безопасности. Инновации со стилистической преемственностью При стилистических исследованиях и производстве моделей с самого начала учитывались требования к низкому аэродинамическому сопротивлению. Аэродинамическая задняя часть Еще на этапе моделирования можно убедиться, что аэродинамика и эстетика не противоречат друг другу. Уже только из-за аэродинамически оптимизированной формы разработка новых компактных шестицилиндровых автомоторов была необходима. Другими причинами для совершенно новой разработки были повышенные требования к количеству вредных выбросов, снижение веса, снижение шума, срок службы, удобство обслуживания и ремонта. Для реализации всех требований необходимы обширные теоретические исследования. Согласование общей концепции привело к важным принципиальным решениям. Объем шестицилиндрового двигателя увеличился до 2,6 и 3 литров. Управление клапанами ограничилось одним распредвавом. Использование комбинированного впрыска бензина с механическим и электронным управлением. Затем началась разработка отдельных концепций и разработка различных компонентов конструкции. Это требует детального подхода от специалистов, а также организационно-умелой координации каждой деятельности. Доработана конструкция камеры сгорания головки блока цилиндров из-за высокопрочного легкого металла. В сочетании с расположением клапанов в камере сгорания возникает повышенная турбулентность, которая способствует воспламенению обедненной топливно-воздушной смеси. С помощью оптики на пластиковые детали можно увидеть напряжение, возникающее на практике у реальной модели. За счет уменьшения пространства охлаждающей жидкости и оптимизации потоков двигателя происходит быстрый нагрев. Как результат, экономия топлива и снижение износа. Коленвал с семью подшипниками имеет 12 противовесов, что обеспечивает благоприятные вибрационные характеристики. Расчеты проводятся с использованием так называемого метода конечных элементов. Поведение вибрации можно увидеть сильно преувеличенным на экране. Это делает узлы вибраций четко видимыми. Диаметр и ширина подшипников коленчатого вала максимально малы, что означает меньшие потери на трение. Процесс ковки коленчатого вала называют процессом скручивания, так как при последнем рабочем такте происходит скручивание. Благодаря этому коленчатый вал приобретает свою характерную форму. Пяти- и шестицилиндровые дизельные двигатели объемом 2,5 и 3 литра основаны на концепции нового двухлитрового четырехцилиндрового мотора. Несмотря на множество новых разработок, предкамерный процесс был сохранен в этой серии двигателей. В сумме всех важных свойств он представляет собой оптимальный процесс сгорания для дизельных двигателей легковых авто. Управление толкателем с гидравлической компенсацией зазора клапана обеспечивает бесшумную работу и не требует обслуживания. Все двигатели установлены с наклоном в 15 градусов. Это означает лучшую высоту и длину плавающих пустынных патрубков. Принцип одноременной передачи с поликлиновым ремнем и автоматическим натяжением используется во всех вариантах двигателей. Эта система значительно повысила надежность и срок службы по сравнению с традиционными исполнениями. Топ-преимуществами являются более низкие потери мощности и меньшее рабочее пространство. Новая концепция двигателей в значительной степени обеспечивает гибкость производства из-за модульной системы. Это позволяет мгновенно реагировать на колебания рынка и спроса. Это означает, что из обширного диапазона вариантов двигателей желаемые модели всегда доступны. Дизельные двигатели 200D с четырьмя цилиндрами, 250D с пятью цилиндрами и 300D с шестью цилиндрами, а также бензиновые двигатели 200E и 230E с четырьмя цилиндрами, 260E и 300E по шесть цилиндров, каждая версия с катализатором и без. Для разработки кузова берется контур автомобиля, сформированный стилистическими и аэродинамическими аспектами. С помощью современных компьютерных процессов сегодня можно как проектировать, так и вычислять на экране монитора. Для различных условий нагрузки расчет уже дает информацию на очень ранней стадии разработки конструкции, оптимизированной с точки зрения прочности и веса. Отображая деформации движущихся изображений, результаты можно оценивать прямо на экране. При этом деформация может быть произвольно завышена, а структура может быть произвольно повернута и увеличена. Это позволяет определять поведение конструкции до мельчайших деталей, в том числе в отношении характера напряжения, с помощью цветового графического изображения. При аналогичных реальных нагрузках, например, на плохой трассе, проверяются вибрационные характеристики и прочностные свойства. Многочисленные испытания на выносливость доказывают, что эта серия также оправдывает высокие ожидания, которые возлагаются на прочность и долговечность кузова «Мерседес». Защита пассажиров ДТП находится в центре внимания разработок в течение многих лет. Сегодня современные компьютерные методы, разработанные собственными силами, доступны в форме трехмерных математических моделей. Вариация ограниченных условий позволяет быстро исследовать принципы. В бесчисленных опытах защитный эффект удерживающих систем адаптирован к новому автомобилю. Натяжитель ремня является новой разработкой. Теперь это стандарт для водителя и переднего пассажира. Зарекомендовавшая себя подушка безопасности также доступна для водителя по запросу. В случае аварии с участием автомобиля характеристики деформации и прочности адаптированы к самым разнообразным видам ударов. Каждое испытание является чрезвычайно стрессовым, потому что это редко происходит в реальных ДТП и иногда выходит за рамки требований законодательства. Пассажирский отсек, который сильно нагружается в случае фронтального удара со смещением, опирается на большую площадь перехода несущих систем с дополнительным поперечным соединением спереди. Кроме того, используются листы из высокопрочной микролигированной стали и грамотное расположение листов-перегородок. Несмотря на небольшой вес, по сравнению с предыдущей моделью удалось добиться большей прочности и поглощения энергии, что не только безопасно, но и легко ремонтируется. Для всех основных характеристик автомобиля с самого начала существовало принципиальное требование. Новая серия во всех отношениях должна превосходить предыдущую модель. Практически невозможно полностью задокументировать обилие улучшений, достижений и инноваций всех этапов разработки и совершенствования. Поэтому только существенное может быть выделено среди многих примеров усилий и усовершенствований. Множество идей и импровизаций скрываются за разработкой и испытанием нового продукта. К этому продукту предъявляются самые высокие требования уже на экспериментальной стадии. На протяжении значительного периода развития он доступен только в виде прототипов или агрегатных носителей. Передняя и задняя оси подвески соответствуют самым современным принципам конструкции, которая уже зарекомендовала себя в компактном классе Mercedes. Что касается задней оси, то принцип пространственной связи перенесен в условия этого нового класса автомобилей. Это сочетание хорошей управляемости и высокого комфорта езды с компактностью и легкостью конструкции. Это значительно улучшает устойчивость движения на поворотах, поведение при изменении нагрузки и устойчивость на прямой. Новая концепция шин вносит дополнительный вклад в повышение точности и устойчивости движения. 65% низкопрофильные шины на 15-дюймовых дисках. Одновременно улучшается вентиляция тормозов. В целом, высокие резервы безопасности во всех скоростных диапазонах. В дополнение к многочисленным измерениям, для координации поведения при вождении по-прежнему требуются субъективные тесты вождения и исследования на грани, а также специальные тесты при эксплуатации прицепа. Вся тормозная система была переработана. В частности, улучшилась отзывчивость. Для охраны окружающей среды тормозные колодки не содержат асбеста. По запросу доступна антиблокировочная система АБС с электронным управлением, которая сохраняет устойчивость автомобиля даже при жестком торможении в повороте или на скользкой дороге. Различные тесты комфорта завершают общее впечатление о шасси. Они доказывают, что отличные ходовые качества и высокий комфорт вождения не должны быть противоречивыми требованиями. Опоры двигателя с гидравлическим депфированием также новые. Они не требуют обслуживания. Уровень шума автомобиля в движении – это не только проблема комфорта, которая проверяется при замерах в салоне. Шум также является важным фактором воздействия на окружающую среду. За счет капсулирования двигателя уровень шума дизельных моделей можно значительно снизить. Однако основная экологическая проблема в 70-х – это вопрос приемлемого качества окружающего воздуха. Несмотря на расхождение в деталях, ясно, что нельзя ничего оставлять без внимания, для дальнейших улучшений на постоянной основе. Даже без дополнительной системы очистки выхлопных газов, новые двигатели имеют значительно меньшие выбросы загрязняющих веществ, чем их предшественники. Кроме того, разработаны модели с каталитической системой очистки выхлопных газов для неинтелированного бензина. С новым одиночным панорамным стеклоочистителем поле обзора является симметричным и увеличенным до 86%, значение которой до сих пор не было достигнуто ни одним другим легковым автомобилем. Дополнительная работа кривошипов стеклоочистителей меняет движение хода, благодаря чему верхние углы лобового стекла протираются более четко. Вентиляция пассажирского пространства спроектирована так, чтобы обеспечивать высокий воздухообмен без сквозняков. Различные условия по уменьшению сопротивления воздуха подтверждаются измерениями на готовом автомобиле. Различные типы достигают значений 0,29 или 0,30. В связи с меньшей площадью лобовой поверхности сопротивление воздуха снижено на 30% по сравнению с предшественником. При одновременном снижении веса автомобиля почти на 10% и за счет использования значительно более экономичных двигателей достигается уровень расхода топлива значительно меньше относительно сопоставимых предшественников. И все это с более высокими характеристиками, лучшим ускорением и базовым оснащением автомобиля, которое предлагает множество новых функций. Улучшенный комфорт салона за счет увеличенных размеров. Эргономичная приборная панель с запирающимся перчаточным ящиком по запросу. Подушка безопасности в руле. Беступенчатая электрорегулировка рулевого колеса в качестве доп. опции. Регулировка высоты сидения с регулировкой наклона. Регулировка угла наклона спинки в сочетании с регулировкой подголовников. Изменяемая по высоте крепления ремня для водителя и переднего пассажира. Легкий в использовании подлокотник. Управляемые с места водителя откидные подголовники в качестве доп. опции. А также наклонно-сдвижной люк со встроенным дефлектором. Форсунки стеклоочистителя с подогревом. Автоматическая блокировка съемного фаркопа. Пневматический центральный замок с возможностью открытия от замка багажника или двери переднего пассажира. И, наконец, багажник с низким порогом, увеличенный до 520 литров, с задней крышкой, которая может быть установлена вертикально. А также множество других улучшений, разнообразие которых невозможно полностью задокументировать. И которые в совокупности способствуют тому, чтобы вы чувствовали себя в этом автомобиле в безопасности и комфорте. Это означает большее удовольствие от вождения, более широкое использование и сохранение начальной стоимости, снижение баланса потребления и воздействие на окружающую среду. Короче говоря, полностью новый автомобиль, разработанный на несколько лет, который также завершает линейку легковых автомобилей Mercedes, которая еще никогда не была в настолько законченном виде. Субтитры создавал DimaTorzok